всем привет дорогие друзья зрители и подписчики канала играет и комментирует для вас слуцкий александр у нас возвращается на канал рубрика прогноз и моделирование фифа 18 матчей наших российских клубов в еврокубках на этой неделе в четверг в среду и в четверг цска локомотив зенит и спартак проведут свои ответные матчи в 1 16 финала лиги европы ну и начнем мы с поединка локомотив ница и я решил раз первые матчи уже состоялись я их тоже сыграю и сделаю точно такой же счет который был и в реальности то есть сейчас нам надо сделать чтобы локомотив выиграл 32 в гостях собственно у ницы но потом ответ на матч уже сыграю конечно же при вас на резочку увидите вот специально сделаю уровень сложности новичок чтобы спокойно счет нужный оформить но ответ на матч уже конечно будем как обычно играть на легенде вот такое нововведение в этой рубрике именно матчей плей-офф ну что поехали ну в общем получилось у меня сделать счет 32 в гостях на начинающем это было несложно и вот для чего сейчас с этого матча в рубрике прогнозы моделирования мы будем так поступать чтобы играть ответный матч и чтобы голы на выезде и вот этот результат первого матча как и в реальности учитывался окей да ответный матч двух раундового противостояния давайте в хозяйской форме что ли сыграем на сей раз и так а вот теперь уже интереснее теперь уже нужно определить состав но для начала пока я не забыл а то это будет фейл все-таки надо вернуть уровень сложности легендарный конечно же да и так значит состав в принципе да они играют 4 2 3 1 если полагаться на состав первом матче то единственное изменение было что фарфан был запасе а в основе играл ари собственно наверное мы так сейчас с вами поступим фарфан отправим запас хотя еще играл печинович насколько я помню до играл печинович в паре с кверквели играл рыбус нет играл денисов сначала но потом вместо него вышел рыбус давайте в основе рыбуса выпустим на ответный матч а и на воротах еще гильерме точно точно как как я про это забыл конечно же на ворота гильерме так и гнатьев да коломейцев денисов миранчук миранчук фернандеш который хэт-трик оформил в первом матче и ари давайте так фарфан выйдет если что со скамеечки думаю нормальный такой состав кстати черлука вроде тоже был запасе уже он же восстановился от травмы но в основе не играл наверное да наверное такой состав ну если что можно все-таки черлоку поставить вместо михалика ну и тарасова можно поставить вместо баринова в запас в остальном все изменений каких больше делать я не буду ну что 32 в гостях очень хороший результат от которого можно отталкиваться и локомотив устроить даже ничья или даже поражение в один мяч при счете 0 1 и 1 2 но мы конечно постараемся выиграть и так стартовый свисток прозвучал но напомню друзья напомню что до удаления у локомотива в первом матче не все получалось и счет был 0 2 но потом классный камбэк совершил лока за что ему огромное спасибо у него теперь у локомотива наверное лучший шанс из всех наших команд пройти в 1 8 финала лиги европы рыбус в отборе забегает по флангу мануэл фернандеш его видит рыбус ари открывается подачи на него нет немножечко не точно штрафной уж штрафной локомотива честно говоря давно и не играл с ботами на легенде поэтому много отвык немножко отвык гильерме на выходе не очень уверенно действует антон миранчук разворачивается своей штрафной рискованно но зато контратака контратака пошла лока данте на перехвате вы знаете 21 минутой и ницца на правах команды которой нужно забивать атакует больше атакует больше у нас пока локомотива не особо что-то получается впереди ари разворачивается алексей миранчук увидел тут антона на брата сыграл снова брат брату и назад на денисова игоря ну что мануэл фернандеш делает забегание нас не слишком поздно слишком поздно и горденисов арии неплохо миранчук слишком долго ну и я попытался сделать ложный замах но в итоге пробил алексей миранчук коломейцев ну вот шанс алексей миранчук классная контратака алексей бьет справа совершенно не точно с правой ноги да надо было все таки попытаться подработать под левую вот это момент первый момент в матче и выход один на один по сути не реализован миранчук уже антон дважды развернул защитника внутри штрафной но вот передачу так и не смог точно отдать никто из партнеров не открывался знаете в обороне справляемся в атаке пока у нас локомотива точнее под нашим управлением малышка тоже получается вот это коницы передача на марио болотели тот попытался подать гильерме на выходе сыграл кулаком первый тайм завершён 0-0 устраивает счет локомотив точнее локомотив устраивает этот счет смотрите на статистику 3-3 по ударам 0-0 по створ так себе пока игруля ну и пора наверное выпустить фарфаны на правый фланг но слушайте продолжается такая томная борьба за владение мечом за инициативу такой ход матча я думаю в реальности локомотив устроить на меня вот он не устраивает здесь фифа 18 я хочу побеждать я хочу забивать голы но пока не получается даже создать еще моменты но кроме вот выхода миранчука больше не было возможностей фарфан развернулся снова алексей миранчук арии придержал мяч но нет передача на алексея не прошла а вот и гильерме в деле вот и ему русскому бразильцу пришлось вступить в дело в игру и сделать сейв да так можно и пропустить один и второй и вылететь но мне кажется если в реальности так все будет продолжаться ницца с каждой минутой все более открытый и рискованный футбол будет показывать здесь же они пока раскрываться вообще не хотят фарфан игнатьев по флангу может быть сейчас зону найдем игнатьев с ари дважды сыграл стеночку и ари ошибается но вот сейчас вот она контратака коломейцев перевод на дальнюю штангу и здесь наверное надо было бить надо было бить уже самому коломейцеву хороший был момент контратака локомотива их стихия реализовать не получилось ну что у нас есть еще две замены давайте эдер выйдет вместо ари и наверное денисов на левый фланг пойдет все-таки обновим освежим левый край защиты и давайте на этого сразу подачку ну а тут как тут вратарь ницца а вот и марио болотелли а вот и забивает на 83 в отличие от нас ницца момент свой реализует 1-0 1-0 и вот это уже становится интересно да еще один гол ницца и все локомотив в пролете давайте аккуратнее сейчас доиграем этот матч уже раз в атаке не получается просто в защите внимательно и все эдер мануэл фернандеш ну смотрите реально я не узнаю обычно с ботами легче играть но что-то ницца или у меня за локомотив не получается или ницца так хороша игнатьев подача на дальнюю но вот сейчас ухты а это было красиво мануэл фернандеш 1-1 и ницца снова нужно забивать 2 ну вот получилась атака наконец-то и какая красивая ну нет не бисиклета но вообще мануэл фернандеш сделал все как надо очень красивый удар 1-1 ну и такой ситуации локомотив а почему кстати виталий денисов лысый он реально лысый сейчас что ли разве ведь нет не должен он быть лысым почему он фифа лысый виталий денисов я только сейчас это заметил смотрите реально лысый вот он сейчас корпус ставит и угловой это странно очень ну ладно может быть у меня как-то криво показывают внешность виталия денисова вроде он не должен быть лысым даже в фифе или он реально подстригся эдер нет миранчук не успевает здесь немного ну что сразу стало легче дышать на самом деле распечатали мы ворота ниццы ну вот смотрите они реально раскрываются идут вперед видно прям 4 нападающих у них там алкомотиву только этого и надо эдер и обрану к сожалению в сайте да к сожалению гол не будет засчитан ну что ж общий счет 4-3 я думаю он такими останется у нас уже по итогам двухраундового противостояния двухраундового так что наш прогноз от развлекательного канала S&G итог противостояния локомотив ницца 4-3 в пользу локомотива и локомотив проходит в одну восьмую финал Лиги Европы будем болеть за них будем болеть за все наши клубы не забывайте про лайки и комментарии увидимся в других роликах и на стримах всем пока 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 пока